друзья всем большой привет меня зовут наталья я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании а сегодня хочу предложить вам очень подробный мастер-класс по мужским носкам по многочисленным просьбам решила снять мастер-класс вот практически по петельный то есть мы и плотность вязания с вами рассчитаем и рассчитаем сколько петель нам нужно набрать на носочек все это объясню покажу дам таблицы полностью вот и весь процесс все с вами от начала и до конца до сшивания мыска провяжем вместе носочки я вязала для мужа на размер 43 они связаны просто лицевой гладью здесь идет резиночка 2 на 2 по пряже я здесь комбинировала два вида пряжа чтобы они были потолще на зиму а потеплее так скажем первая пряжа это alize superwash artisan номер цвета 836 75 процентов шерсть 25 полиамид 100 граммах 420 метров и в компаньон я взяла пряжу астория это от камтекс здесь в 50 граммах 180 метров 65 процентов хлопок 35 шерсть вот такая ниточка номер цвета так сейчас тут посмотрим астория серебристый 008 если я правильно вижу номер цвета так все назвала вам все обозначения и вот так я скомбинировала две ниточки вот эта астория она пушистенькая с ворсиком можете взять любую пряжу в принципе какая у вас есть какой вы вяжете какая вам нравится а поскольку я дам все расчеты как правильно рассчитать петли вы сможете связать с любой пряжи а по расходу я вам общий вес назову на носочки на 43 размер ушло 126 грамм пряжи а не буду называть конкретно сколько этой сколько это ушло давно поскольку вы будете возможно вязать и ком комбинировать другие виды пряжи у вас может быть совершенно все по-другому но вот если допустим брать именно alize superwash artisan это у меня первый моточек вот первый моточек еще вот столько у меня прилично осталось поэтому на носочки можете допустим заказать моточек вот такой пряжи и какой-нибудь компаньон добавить и так если вы хотите научиться вязать простые удобные носочки для ваших мужчин в принципе такие носочки можно связать и женские и детские и подростковые любые на любой размер давайте переходить к вязанию а в этой модели я использовала очень удобную пяточку подкова мне нравится как такая пятка сидит на ноге удобно также здесь я делаю убавки к мыску определенным способом до который мне понравился визуально смотрится все очень аккуратно постоянно так закрываю мысок и сшиваю иголочки тоже этот момент в мастер-классе подробно вам покажу итак давайте по расчетам что нужно сделать для начала нам нужно связать образец обязательно девочки вяжите образец то есть я вот взяла две ниточки взяла спицы номер два с половиной и связала образец образец вяжем лицевой гладью поскольку нас весь носочек связан лицевой гладью и мы расчет делаем по лицевой глади сейчас дальше вам расскажу каким образом так связала достаточно вот мне было связать 6 рядов я посмотрела что здесь первую очередь плотность если получается рыхло возьмите спицы меньшего размера если вас плотность устраивает либо возможно наоборот забитое сильно полотно возьмите тогда спицы чуть большего размера меня полотно устроило оно в меру плотное теплое получается все образец меня устроил на спицах номер два с половиной теперь мы его измеряем то есть мы просто берем сантиметровую ленту линейку все что у вас есть вот так вот раскладываете по линейке я сейчас не захватила к сожалению но я вам объясню здесь ничего сложного просто раскладывайте не нужно сильно растягивать просто ровненько вот так аккуратно разложили еще лучше будет если вы образец постираете тогда вообще будет идеальные расчеты у вас допустим постирали образец разложили по линейке и измерили сколько в 10 сантиметрах у вас получилось петель у меня в 10 сантиметрах получилось 20 петель соответственно в одном сантиметре у меня получилось две петли я нашла плотность вязания то есть в одном сантиметре две петли вот моя плотность это нам нужно обязательно сделать теперь нам нужно знать обхват стопы для правильного расчета петель а что нам нужно измерить измеряем вот эту часть самую широкую вот здесь часть я всегда делаю расчеты по этой части измерили у моего мужа 27 сантиметров вот этот обхват а я беру 26 сантиметров всегда на сантиметр меньше поскольку это вязаное полотно в процессе носки она еще растягивается и чтобы носки не стали буквально через неделю здоровые большие берем на сантиметр меньше беру 26 сантиметров умножаю на плотность вязания получая 52 петли добавляем одну петлю для замыкания вязания в круг будем вязать способом magic club вязание по кругу замкнем вязание в круг эта петля уйдет останется у нас вот здесь не пятьдесят три а пятьдесят две петли изначальные наши теперь я буду вязать резинку 2 на 2 начинать носочек вы можете один на один смотрите как вам удобнее какая больше нравится если также как я резинка 2 на 2 она кратна четырем то есть вот это число наше полученное должно делиться на 4 у меня делится я так и оставляю если ваша не делится на 4 вы убавьте две петли ничего страшного эти две петли особые там роли большой не будут играть а я как правило убавляю тогда две петли все нашли петли и начинаем набирать а 52 петли на спицы номер два с половиной приступаем к вязанию и так сразу на две спицы я набираю обычным набором вот обычный делаю захват вы можете набрать петли так как вы привыкли и обычным набором набираю 53 петли то есть 52 и плюс одна петля для замыкания вязания в круг вот все пошла набирать и всего 53 петли я сейчас наберу и так вся три петли вытягиваем одну спицу теперь делим петли пополам получается отсчитываю 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 отсчитала вытягиваю спицы так вот смотрите на левой спице у меня 27 петель на правой 26 поправляем все цепочки чтоб смотрели в центр сдвигаем на край спиц петли дальше берем крючок можно при помощи пальчиков как вам удобно первую петлю с правой спицы нужно переодеть на левую давайте при помощи крючка вот таким образом это можно сделать аккуратненько переодели сюда мы замыкаем вязание в круг вводим крючок в эту петлю подхватываем первую петлю с левой спицы и через нее протягиваем и одеваем на правую аккуратненько одели теперь вот эту петлю мы снимаем через которую протягивали все мы замкнули вязание в круг ниточки все здесь подтягиваем хорошенько и начинаем вязать по кругу резинку 2 на 2 способом мэджи клуб если сейчас что-то будет непонятно я оставлю вам ссылочку на очень подробно у меня мастер-класс уже очень многие научились и сказали огромное спасибо вязание по кругу способом мэджи клуб если что проходите смотрите так спицу вот я вытягиваю здесь оставляю кольцо и этой спицы начинаю вязать 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так далее лицевые так сейчас я эту спицу провяжу и покажу как перейду на вторую и его довязываю первую спицу 2 лицевые все теперь мы вот эту спицу которые работали да мы ее вытягиваем мы с нее теперь будем вязать петли вот и спицу с которой уже провязали мы тоже вытягиваем оставляя всегда кольцо теперь с нее будем вязать начинаем вязать здесь 2 изнаночных поскольку там закончили двумя лицевыми 2 изнаночные 2 лицевые эту спицу потом пройдете снова также вытягиваете чтобы начать вязать 100 и спицы и по кругу таким образом вывязываем резинку высотой я вижу 10 с половиной сантиметров вы можете повыше связать если хотите чтобы ну вам нужны допустим носочки вот с этим погаленком повыше можете короткую связать резиночку тут уже смотрите сами я вам показала какие носки у меня получились десять с половиной сантиметров а для мужа я обычно вижу вполне достаточно там поскольку потом еще лицевой гладью идет четыре с половиной сантиметра после нее и получается всего сантиметров 15 вот это вот отчасти до пятки и вот смотрите рассказываю что я провязала 10 с половиной сантиметров резиночки и дальше просто вяжем лицевыми петлями по кругу 4 с половиной сантиметра вот эту высоту вот всего получилось у меня 15 сантиметров вместе с резинкой все этот момент показывать не стала думаю тут ничего сложного просто лицевой гладью провязать четыре с половиной сантиметра теперь мы будем вывязывать пятку сначала нам нужно вывязать стеночку давайте покажу вот здесь вот сейчас здесь мы остановились четыре с половиной нас провязана вот это место будем вывязывать по таблицам давайте кстати сейчас вам ставлю таблицу который я пользуюсь последнее время по носочкам там идет на 43 размер если я не ошибаюсь 7 сантиметров на мужские носки я провязываю а бывает 6 но по большей части чаще всего шесть с половиной и вот этой высоты вполне хватает то есть сейчас нам нужно шесть с половиной сантиметров вывязать будем вязать на одной спице то есть у нас петли же поделены и вот на двух спицах поровну по 26 на 26 петлях будем вывязывать а поворотными рядами туда обратно лицевой гладью здесь я сразу провязываю сначала лицевую потом здесь будет идти первая петля как кромочная обычно мы снимаем вот провязываю все петли до конца и развернемся на изнанку довязываю спицу кромочную провязала просто разворачиваемся и в обратном направлении вяжем теперь первую петлю будем всегда снимать а последнюю провязывать как кромочную по изнаночной стороне вяжем изнаночными петлями потом снова разворачиваемся по лицевой стороне разворачиваемся по изнаночной и так далее вяжем 6 половиной сантиметров высотой на мужские носочки и вот смотрите я вывязала 6 половиной сантиметров что делаем дальше дальше нам нужно распределить петли и вывязывать пяточку сам за ворот у нас 26 петель так сейчас вот смотрите 26 петель мы делим на 3 получаем 8 с остатком а вот эти 8 петель я пустила по центру а одинаковые равные числа пустила по краям по 9 вот если у вас другое число вы также сделаете меньшее число пустите по центру и здесь чтобы вас были одинаковые равные числа так это мы посчитали теперь я повесила маркеры по 9 отсчитала 8 по центру и будем вывязывать пятку первую петлю тут я снимаю дальше мы продолжаем вязать все лицевыми петлями сейчас я довязываю до 1 маркера его переброшу перебрасываем дальше мы вяжем продолжаем лицевыми не доходя одну петлю до 2 маркера еще одна вот вот эту петлю которую нас одна осталась мы ее снимаем не провязывая убираем маркер возвращаем ее обратно и провязываем со следующей две петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево и после вот этой петли еще одна лицевая разворачиваемся первую петлю снимаем дальше вяжем изнаночными петлями не доходя снова одну петлю до маркера вот одна петля осталась мы ее также снимаем не провязывая убираем второй маркер возвращаем и со следующей провязываем изнаночной и еще одна изнаночная и вот эти манипуляции мы будем повторять то есть сейчас первую петлю мы снимаем дальше начинаем вязать до того момента где у нас есть промежуток его будет хорошо видать сейчас покажу не доходя одну петлю до этого промежутка это где у нас был разворот вот видите его хорошо видно вот петлю до промежутка и после мы вместе также провязываем лицевой и после этой петли еще одна лицевая разворачиваемся по изнанке делаем то же самое первую петлю сняли дальше вяжем изнаночными не доходя одну петлю до промежутка и сделаем все то же самое так вот дошла вот он промежуток его видно провязываю одну петлю до него и одну после вместе изнаночной и еще одна петля изнаночной разворачиваемся и так далее пока у нас не уйдут все боковые петли на спицах должно у вас остаться 16 петель если у вас такое же количество петель как у меня вот видите уже у нас начинается формироваться вот этот заворотик и смотрите когда у вас по одной петле останется вы просто провяжите сейчас вот я пойду вязать лицевыми две петли вместе в конце и по изнанке также две петли вместе в конце и останется 16 петель я . готова теперь нам нужно поднять петли по краям выйти на круговое вязание далее мы сократим петли поскольку у нас их получится больше чем нам нужно нам нужно выйти на изначальное количество петель на 52 так сейчас у меня вот здесь 16 петель я должна провязать 8 раз два три 4 5 6 7 8 пополам до 8 петель провязала эту спицу вытягиваю все вот я вытянула дальше снова провязываю вот эти восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь и теперь будем поднимать вот здесь петли смотрите у нас здесь идут их очень хорошо видно косичка у каждой косички две дужки мы будем захватывать обе дужки то есть начинаем вот так сразу поднимать первая косичка вот она идет вот две дужки я захватила и провязала одна петля следующие две дужки 2 3 4 5 обязательно считайте сколько у вас потому что с этой стороны нужно будет столько же поднять так 5 подняла 6 7 8 9 и 10 10 получилось теперь чтобы вот сюда нам перейти у нас здесь будет промежуток некрасивые как правило он получается я всегда поднимаю вот идет лицевая дорожка за самую крайнюю вот так дужку поднимаю и ее тоже провязываю это будет 11 петля все здесь подняли в этом месте повесили маркер тут у нас будут эти убавки что делаем здесь здесь 26 петель мы 13 петель отсчитываем 2 4 6 8 10 12 13 и леску вытягиваем эти 13 петель нам нужно сейчас сюда довязать вот сразу просто начинаю вот так довязывать их провязала теперь вот эту спицу до рабочую нашу я вытягиваю мы переходим на вторую сторону вот сюда здесь спицу вот так делаем что мы с нее сейчас будем работать эту мы вытянули вот они у нас 13 петель оставшихся мы теперь их тоже провязываем провязала беру второй маркер отделяю теперь здесь будем поднимать петли таким же образом сначала мы поднимаем из лицевой дорожки просто вот так поднимать поддеваем так побежала на лицевую дорожку одну дужку да вот она идет дорожка одну дужку я подняла и ее аккуратненько провязываем это у нас будет первая петля так и здесь 10 нужно мне поднять подняла здесь также 10 петель и вот у нас идет пяточка нам нужно до середины пяточки довязать то есть 8 петель 2 4 6 8 я тут сейчас также леску вытягиваю и эти 8 петель до середины пяточки провязываю у нас начало вязания будет теперь всегда идти но до момента мыска середины пятки начинаться все самое основное самое сложное в принципе мы сделали сейчас покажу еще как делать у бабочки выходить на нужное количество петель это здесь не сложно так что у нас с вами получается вот смотрите вот так должно у вас все выйти вот в этих местах мы будем делать убавки то есть сейчас у нас здесь много петель по верху у нас правильно идет 26 по низу у нас больше мы в этих местах будем убавлять получается до маркера вот здесь будем убавлять а здесь после маркера и сокращать петли пока у нас здесь не будет также по 13 петель то есть всего 26 и мы выйдем на прежнее количество петель так как делаем убавки во первых убавки будем делать через ряд сейчас мы их сделаем следующий ряд провяжем просто лицевыми потом снова убавка потом просто лицевыми и так далее пока не окажется прежнее количество петель сейчас я вижу середины пяточки начинаю лицевыми не доходя две петли до маркера вот у меня осталось две петли здесь убавка будет с наклоном вправо идти то есть вот так петли должны быть расположены мы слева направо поддеваем две петли и провязываем лицевой вот в этом месте запоминайте убавку будем делать с наклоном вправо перебрасываем маркер провязываем все петли вверх а то есть вот с этой спицы и на следующий также 26 петель вверх а здесь провязала вытягиваю спицы перехожу на вторую так здесь довязываю вверх продолжаю до маркера довязала до маркера перебрасываю маркер здесь после маркера мы делаем убавки с наклоном влево две петли я разворачиваю чтобы они вот так располагались на спицы и за заднюю стенку 2 вместе лицевой провязываю в этом месте будем таким образом делать убавку и довязываю петли до середины пяточки это будет первый ряд второй ряд как я уже сказала вяжем без убавок в третьем снова делаем также убавки как я вам показала самостоятельно сейчас буду вывязывать клин подъема сокращать петли и выходить на нужное количество петель в моем случае это пятьдесят две петли все это будем делать самостоятельно дальше вот клин подъема готов все вот я вывязала убавки все сделала пятьдесят две петли у меня на спицах теперь я буду просто вязать по кругу лицевыми петлями вывязывая нужную мне длину а еще раз давайте ставлю вам таблицу там нужно посмотреть до мыска длина до мыска по моему забыла как точно называется вот именно расстояние до мыска посмотрел как называется длина стопы до мыска смотрите то есть это вот отсюда вот от этой точки и до мыска длина 23 сантиметра на 42 43 размер который я вижу на 43 так как еще можно ориентироваться можно одеть носочек вот который связали сколько-то до длину примерили и должен быть закрыт мизинец когда мизинец закрыт на ноге начинаете делать убавки можно еще вот так ориентироваться либо по таблице все теперь самостоятельно вывязываем длину которая вам нужно и встретимся уже на закрытие мыска и вот я вывязала полностью стопу то есть на наш размер на 43 вот этого длина до мыска 23 сантиметра получилось вот так это все выглядит то есть после убавок я пошла просто ровным полотном дальше вязать теперь нам нужно вывязывать мысочек для того чтобы вывязать мысок нам нужно правильно распределить петли вязание у нас начинается вот здесь середина стопы до начала вязания нам нужно сейчас довязать до вот этого маркера то есть до верха стопы вот эти петли мы сейчас провязываем чтобы нам правильно делать убавки нам нужно сейчас петли распределить верно довязываю лицевыми до маркера так довязала маркер этот можно убрать теперь вот эту спицу я вытягиваю эту спицу я тоже вытягиваю так вот что у нас получается вот вверх и низ стопы вот он вверх у нас маркером он здесь отмечен я вот так за маркер просто обычно беру леску вытягиваю все маркер это тоже мы убираем маркер нам больше не нужны и мы разделили петли получается также пополам вот у нас идет вверх и вот у нас идет вниз и с боков мы будем делать убавки каким образом будем делать убавки убавки будут сначала у нас эти через ряд по рядам я вам все назову теперь все убавки я делаю с наклоном вправо везде и по верху и по низу в начале в конце спицы следующим образом по верху носочка смотрите мы провязываем одну лицевую дальше две петли мы сокращаем делаем убавку с наклоном вправо то есть петли вот так должны расположены быть на спице я ввожу спицу слева направо и 2 вместе провязываю лицевой вот мы сократили одну петлю с наклоном вправо сейчас довязываем все петли лицевыми на этой спице до последних трех петель осталось у меня три петли здесь снова две петли вот эти мы сокращаем с наклоном вправо слева направо вожу спицу лицевой провязываю и последняя лицевая так переходим на стопу здесь я сокращаю первые две петли и последние две петли у нас получается вот здесь сбоку вот эти лицевые петли крайние которые по верху идут они как бы здесь по центру у нас расположены между убавками и это место получается симпатичным и здесь нету дырочки как правило если мы я раньше убавляла и здесь две последние допустим здесь две первые получалось дырочка вот при таком способе симпатичнее так стопа здесь первые две петли сразу вместе провязываю с наклоном вправо и довязываю все петли лицевыми по стопе до последних двух петель осталось две петли в конце мы их также сокращаем две петли вместе с наклоном вправо все вот таким образом будем делать убавки это был первый ряд второй ряд мы провязываем просто все петли лицевыми в третьем делаем убавку в четвертом лицевыми в пятом убавка и так далее через ряд будем провязывать 10 рядов и дальше внимательно слушайте 11 12 13 и 14 ряды я делаю убавки в каждом ряду в итоге у меня на спицах останется на каждой по 8 петель то есть 10 рядов через ряд а с 11 в каждом ряду пока по 8 петель не останется и будем сшивать мысок и вот у бабочки сделаны вот смотрите у нас получается так сбоку по центру идет лицевая и к ней идут убавки то есть никакой дырочки здесь не образуется все аккуратненько теперь у меня осталось по 8 петель на каждой спице я обстригла нить в дело в иголку у меня пластмассовая с большим ушком и начинаем сшивать так ниточка у нас находится на дальней спице мы начинаем сшивать вот с передней вводим иголку справа налево в первую петлю и петлю снимаем протягиваем нить вводим во вторую петлю справа налево и петлю оставляем на спице так переходим ко второй спице вводим иголочку справа налево в первую петлю петлю снимаем нить продеваем а во вторую петлю здесь мы вводим иголочку изнутри слева направо петлю оставляем на спице так и ниточки здесь нужно подтягивать хорошенько все теперь будем повторять следующие манипуляции запоминаем на первой спице вводим иголку изнутри слева направо петлю снимаем а во вторую петлю справа налево петлю оставляем сначала изнутри потом справа налево а на второй спице наоборот справа налево вводим петлю снимаем а изнутри петлю оставляем сейчас еще раз покажу так давайте еще раз первая спица изнутри слева направо петлю снимаем и так далее прошиваем все петли осталось по одной петле первая спица изнутри петлю снимаем правая спица справа мой вторая спица девочки справа петлю снимаем и все не продеваем ниточку вот у нас аккуратный получился мысочек прошитый теперь вводим иголочку нам нужно вывести наизнанку ниточку эту не сразу где узелок а чуть ниже спускаемся чтобы тут у нас все аккуратно получилось чуть ниже и все и выводим на изнанку так здесь нить вытягиваем и хорошенько подтягиваем все это место подшиваю ниточку обрезаю оставляя небольшой хвостик на всякий случай всегда так и останется заделать спрятать ниточку от наборного края которая у нас идет в начале так и еще один узелок сделаю и будет достаточно все-таки мужские носки я стараюсь тут получше это все дело закрепить вот все вот так обстригу сейчас ниточку хвостик оставлю и все теперь давайте вот здесь покажу так от наборного края вот она у нас ниточка здесь я тоже в иголку и оставляю немножко коротковато и оставила и вот здесь по изнанке вот изнанка я сейчас по лицевой вот этой дорожке по краюшку я просто иголочкой вот так проведу эту ниточку раз за одну дужку берусь где-нибудь можно не в каждую цепляться через одну просто вот так вот прошью подальше и закреплю вот таким образом и все и у нас носочки будут готовы вот так потом немножко подтягивайте и все тут аккуратно незаметно все заделываю кончик и все будет готово все второй носочек я связала останется теперь их постирать заблокировать высушить и готовые носочки вот такая вот у нас получилась красота на этом мастер-класс буду заканчивать огромное спасибо что повязали вместе со мной послушали надеюсь мастер-класс был для вас полезен подписывайтесь на канал подписывайтесь на мои дополнительные соц сети все ссылочки внизу в инфобоксе под видео еще раз всем огромное спасибо и до новых встреч пока пока